Здравствуйте, дорогие друзья! Меня второй день уже закидывают сообщениями про льва, который сидит в Анапе. И я только что связался с Юрием Азаровским, который поднял эту бучу, который говорит, что уже даже два года назад этим вопросом занимался. В общем, сейчас постараюсь разобраться. Проблема заключается в том, что животное не так просто забрать. Вот и все. Надо связаться будет с хозяином, узнать, какие планы на этого льва. В общем, я постараюсь сейчас в этом разобраться. Конечно, не хочется, чтобы лев вот так в одиночку... Ну, там не все так просто. Человек, как мне показалось, говорит одно, а делает другое. То есть льва готов-не готов отдать. Знаете, это как песня неопределившейся девочки «Позвони мне, не звони мне». В общем, сейчас буду связываться с руководством города Анапы. Спасибо огромнейшее Эдгарту за всю проделанную работу. Я обо всем пока рассказывать не буду. Завтра там должны происходить все очень важные моменты в судьбе льва. И, допустим, одно из мест, которое изъявило желание забрать к себе, это заповедник в Харачаево-Черкесии. То есть они готовы прислать машину и отвезти льва туда к себе. То есть буквально за свой счет. Самое главное, чтобы им его отдали. Вы можете посмотреть информацию об этом месте, то есть написать в комментарии. Я просто, допустим, не особо разбираюсь, как, в каких условиях должны проживать животные. Но явно не вот просто в разрушенном здании. Это как бы печально. Спасибо большое еще раз Эдгарту за помощь.